В Североказахстанскую область с рабочим визитом прибыл первый вице-министр труда и социальной защиты. Он посетил ряд предприятий региона, ознакомился с условиями труда и социальными льготами. Подробности в нашем сюжете. В Северный Казахстан с рабочим визитом прибыл первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ахамазис Арбасов. Он ознакомился с работой завода Мунаймаш, где выпускают нефтегазовое оборудование и детали для него, а также изделия и запчасти для подвижного состава. На производстве здесь трудится 87 человек. Первый вице-министр интересовался их заработной платой, социальным пакетом и условиями труда. Рабочим он рассказал о цели своего визита в СКО. Самое главное – довести до наших местных региональных служб все поручения, которые были озвучены руководством страны, президентом нашей республики по всей направлении социальной и трудовой сферы. В этом году много изменений были приняты. И новый социальный кодекс, и глава государства обозначил ряд задач, в том числе и по совершенствованию трудовой сферы. Концепция безопасного труда. Мы над этим будем работать. Говорил об этом первый вице-министр труда и социальной защиты населения и с коллективом Петропавловского электротехнического завода. Здесь трудится 220 человек. Заработная плата работников начинается от 180 тысяч тенге. На заводе трудится немало переселенцев из трудоизбыточных регионов страны. Вот такое производство, я думаю, это показательный пример, когда во взаимодействии непосредственно со стороны бизнеса, в лице работодателя и местных исполнительных органов, вот такой синтез работы происходит, когда есть трудовые ресурсы, которые сюда в рамках программ, в том числе и за счет государства, которое предоставляется, они переселяются, находят здесь свое рабочее место. Работодатель полностью берет на себя все обязательства, не только в плане выплаты его, постоянным доходам, но и плюс к тем программам, дополняет социальных пакетов. Речь идет об этом 104-х квартирном доме, который Петропавловский электротехнический завод строит для своих работников.